Субтитры делал DimaTorzok Крестьяне, огородники, дачники, ну и другие сочувствующие труду людей, которые не валяются на земле, как некоторые, которые работают. Тут сегодня ролик получается такой. Первое окучивание картошки я, ну так, сумбурно снимал. И тут решил второй раз выхватить соседа, посадить за руль. Ну а перед этим посмотреть окучник мой. Да потопный, он тут весь мухом покрывшись самодельный. Видите, рама простая, обычная. Зубья. Мы зовем Зубья, С-образные. Думал лемеха поменять. Вот видите, вот этот более-менее еще. Вот этот уже совсем критический. Там посетили в середине более-менее и так далее. Ну взял там щетку, молоток, обстучать все. Но вот такая оказия случилась. То есть он уже сломанный давно. Но я не замечал. Нашел сейчас. Знаю, что дома где-то есть, но найти не могу. Ну ладно, на этот раз потянет. То есть поработаем, если сломает, но сломает, так не повезло. А если не сломает, так и ладно. Вот такие вот дела. Сейчас все это надо просмотреть. Ну, что-то смотреть. Отрегулировать более-менее. И на поле. Если соседа выловлю. Потому что самому снимать на картофелевом поле, когда перепахиваешь картошку, это сложно. И неприятностями грозит. Потому что чуть сбился, и брак пошел. И так вот окучник, видите, у меня он так вот мягко на цепях висит. Потому что жестко нельзя. Чуть руль крутанул, и борозду портит. Хоть конь-то и не молодой. Старый, но все-таки. Но все-таки перед поездкой на поле пару слов про окучник этот. Уже снимал его. Но еще раз повторюсь, он полностью самодельный. Сделанный давно-давно, в 96-м году. Сколько ума было, так и сделали. Ну, конструкция, вы видите, очень элементарная. Очень бюджетная. То есть, по-простому все сделано. Использованы вот эти зубья культиваторные. Или лапы, или стойки, как называется. Потому что они оставались на халяву. На моей земле их после колхозных времен было немерено. Как культивируешь, пашешь. Всегда что-то выпахиваешь. Или зуб культиваторный, или ремех. Ну и сделано. Вот. Так, все по-простому. Один минус. Когда ботва высокая, рама уже гладит ботву. То есть, пригибает. Но ничего, все возвращается обратно, растет и так далее. Сейчас бы делал, конечно, иначе. Ну, тогда сделано, да и все. А чего переделывать? Ну и что еще мне нравится про эти зубья? Они, когда вот, как будто вот сейчас у них жесткие. Хрен пошевелишь. А во время работы они так, ну, как бы, между собой играют. И рыхлят землю лучше, чем, как мне кажется, лучше, чем обычный лемех. Вот такие мои простые размышления. Пока, почему я работаю вот таким вот агрегатом. Ну, работаю, потому что он есть. А менять что-то может потом. Сейчас нет. Итак, тарам-парам. Пока сосед где-то занят по делам. Он недавно приехал с поля, перепахивал картошку своим окучником. И я решил немножко пограбить его, пока он тут стоит. Снять эту борону и поставить на вот этот окучник. Потому что, ну, картошку пора перепахивать. Уже и травка вылезла, а это плохо, надо было раньше. Но дожди, дожди, что ж поделаешь. Вот такие вот тут красавцы набежали. Соседа и мой. Наконец-то оба в один кадр попали. Ну что ж, пока тихо. Сосед не видит, надо работать. Чтобы снять эту бороду, тут ничего сложного нет. Вот он и висит на этих обычных цепях, на которых раньше коровы привязывались на обычных болтах. Десяточки. Два. И там два. Четыре. Надо открутить эти гайки. Вот тут еще у него контргайка даже. Но за это ключ надо. А у меня просто труба и штырь. Приварен такой довольно длинный. Я просто кину на штырь цепь и все. Потом на поле удобно, если длину надо выравнивать, регулировать. Снял и повесил. Не надо гайки крутить. Ну вот, не прошло и минуты, когда бороны у соседа уже нету на данный момент. Она висит тут. Вот подвесил. Но каждый год, не запоминая, на каких звеньях подвешивать надо. Надо ехать на поле каждый раз экспериментальным путем подгонять. Ну вот, все тихо-гладко прошла операция. Конечно, был бы сосед, он помогал бы воровать. Ну, даем удобнее эту борону перекинуть. Тут одному немножко подтянуть, зубы цепляются. Вот. Ну что ж, погнали на поле. Вечером дождь и грозу обещают. Неправильно перепахивать картошку так. Ну, что ж, делаешь. Давно уже просится это дело. Ну вот и всех делов-то и всего страха. Пять минут работы и поле сделано. Да, некоторые травки уже переросли. Ну, ничего страшного. Тут немного их засохшие. Ну, это первый раз, когда перепахиваю поле. Ну, перепахиваю, окучиваю. Как это сказать? Ну, процесс не снимал. На второй раз, когда поедем, с соседом тогда поснимаем еще то больше. Закончил. Ну что ж. Сейчас надо ехать положить на место. Положить. Положить, положить. Может, не заметил сосед. А в следующий раз опять тихонько возьму, подцеплю, а потом соседу скажу сядь за руль, чтобы процесс поснимать. Ну, как я и говорил, тихонечко глядемся обратно к сараю, к соседу сараю. Поставим борону, перецепим обратно. Может, ничего и не заметит. Ну, эту операцию за сезон придется переделывать три-четыре раза. Ну, в зависимости от того, будут даже дыни, будут, как трава будет расти. Тут уже в ролике получилось, что с двух перепашек картошки что-то скомбинировал. Ну, так получилось и получилось. Значит, приехали, поставили, опустили окучник. Так, соседа нету. Все тихо, гладко. Сейчас выскакиваем, глянем, как что. И ставим все обратно на место. Ну, что же. Вот опять два красавца. Один трактит, другой молчит. Не молодые, но рабочие. Что ж, всем спасибо. Благодарю за посмотр. Если понравилось, поставьте лайки. Первый раз прошу. Если не понравилось, дизлайки. А, тоже отношения. Всем до свидания и до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok